всем привет на улице осень а это значит что пришло время его что делать утепляться да да хочется утеплиться и создать атмосферу уюта и как ни странно это все делают естественно с одежды но мы будем оттепляться не с уличной одежды а как ни странно с домашним его говорит да вы заказали пижаму на одном из сайте вот сейчас ну кстати там не только его пижамы там мы еще заказали какую-то мелочь я уже не помню честно какую потому что это все действительно очень долго идет и сейчас мы будем разбирать только половину нашей посылки потому что только половина пришла любом случае если бы мы полностью делали обзор посылки у нас видео было бы очень очень долгое вот короче столько у нас пакетов и есть прикинь ну конечно же нужно вот этот ну давай откроем маленький пакет посмотрим что в маленьком пакете такое ощущение что как будто был он пустой что это А-а! Ева! Это, смотри, твои резиночки. Я уже, кстати, забыла, что я Еве заказывала все-таки разные резиночки. И еще красивые. Красивые, да. Красивые резиночки такого мятного цвета. Слушай, Ева, они так классно подойдут тебе вот к этому платьичку вообще. Очень красивые. Тут тоже у нас маленький пакет. О, это что-то такое. Короче, это такая Ева штука. Что-то с ней нужно делать и она, по-моему, должна плохо пахнуть. Это какая-то пердушка. То ли вонючка, то ли пердушка. Сейчас мы посмотрим. Детям от нуля до семьи это нельзя, видимо, трогать или нюхать. Папа придет с работы. Вот он сейчас уже придет у нас. И давай мы с ним вместе откроем. Хорошо? Давай. Будем ждать папу. Главное, самое главное, чтобы ничего не отрезать. Ну-ка, доставай что-то. Там что-то для тебя снова. Кобка. За Кобки. Две бабочки. Сердечко и звездочка. Ну, по-моему, я заказывала их пять штук. Вроде бы как. Вроде бы. Пяточки. Знаешь, как Хауп раздирают? Так. Я боюсь просто одну же с Алию. Капец, мне защитила руку. Это пижама. Папа, пусти. Ники Маус. Ева, мне кажется, что оно у тебя чуть большеватое. Смотрите, сзади вот так вот. По-моему, очень клево. Но мы вообще фанатами Ники Маусу. Вау. Ева, смотри, сзади. Это они сзади такие клевые. Круто, да? Да. Здесь спереди Мини Маус. Вон, видишь? Смотри, прям на кармашке. Потому что я точно знаю, что это посылка для меня. Ааа, это вот. Вы не поверите, что это такое. Смотрите, это моя пижама. Прикольная. И я, например, могу не вострадать. И в этой пижаме такая мягкая, мне может так завернуться и как бы... Ну или как минимум могу монтировать видео. Мне будет очень мягко и улыбно. Вот здесь, вот здесь, где попа, вот хвостик, попа. И как бы здесь есть молния. Чтобы как бы для удобства, чтобы не приходилось снимать пижам. Вот это точно? Да. Это тоже пижама. Ой, я помню, у тебя все реально большое. Мы вроде бы по росту заказывали. Я же нарисован. Это штанишки. Да, мои. Пижамки. Прикольно, очень подходят. Тут и белочки, и ежики, и короче, все на свете. Это просинка. Прямо свинка? Да. Ну что, она уже видит, я еще не вижу, что там мог. Придите, по глазу понятно, что это. Звинка Пеппа. Штанишки. Штанишки. Юська, ну реально все большое. Не пускай. Реально, это пижама, слушайте, почти на меня, Еф. Да. Это твое. Я понимаю. Это меня. Это мое. Ефочка, ну конечно твое, ну не мое. Еще я со свинкой Пеппи не носила. Ага. Открываем. Я снова пробую Халка. Что-то такое красивое. Смотрите, какого красивого цвета. Вау, Ева. Это не пижама. Это пенал. Кстати, пенал я заказывала другой. Я точно помню, что он должен был быть со жирафчиком. Доченька, это тебе. Нет, доченька, это тебе. Это чтоб ты туда чего-нибудь ложила. Например, свои карандаши. Я забыла откуда киса, очень популярная киса. Кстати, если вы знаете, напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Да. В принципе, это может послужить, как, например, косметичка. Но если вдруг Ева не захочет им пользоваться, ты будешь этим пользоваться? Да. Ну в принципе, я не собиралась. А-а-а-а, вместе с волосами. А это что? О, мы разве тебе это заказывали? Тише, любите, тихо. Я не знаю, по-моему, мы ей это не заказывали. Я точно вам могу сказать, что мы не заказывали толстовку. Нет, мы тебе не заказывали эту толстовку, но она почему-то к нам пришла. Я не знаю, может, конечно, папу и заказала. Но, если честно, до толстовки Еве точно расти года два. Вообще, я не знаю, что это за толстовка и откуда она взялась. Мы, конечно, спросим у папа, но я этого тоже не заказывала. Вау, это просто супер пакет, в котором пакет. О, не, не пакет. Смотрите, вот эти вот наклейки, они нам, видимо, Ева бонусом достались. Это же новогодняя мини-маус. А тебе классно. Пикольно. Позоварение меня. С днем рождения тебя? Ну, тебе уже не еще днем рождения. Короче, мы готовимся, на самом деле, к пижамопате грандиозного. Вот это классная пижамка. Я вот и думала, что она прикольная будет. Она очень такого хорошего качества, хлопок такой хороший. Но все такое большое. Все чуть-чуть и классные штанишки. Розовые, как я не люблю. Не люблю розовые. Да, пока что последняя. Будем ждать, когда придут там все остальные. Пакет. А, это мне, ну ничего себе. Ну я, ребят, в этом тоже утону. Нет, я на самом деле не против вот одежды, которая... Катичка. Катичка. Которая широкая, но, мне кажется, носильная широкая. А ты, мама, на коне. Ну, если честно, я не помню, что поиск заказывала черную полосатую. По-моему, мне прислали. А, нет, я точно заказывала. Это колос. А, кстати, сзади барашка у меня. У меня барашка сзади, но она все большая. Ладно, сейчас будем проверять. Всем пока-пока. В общем, ребят, если вам понравилась первая часть нашей посылки, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. А мы будем дальше ждать своих посылочек. Даже и утепляться к зиме. И готовить пижаму-пати. Чу-у-у. Пока. Продолжение следует...